Так, чего говорили? История Афганистана довольно сложная песня. Сами хотели? Тяжело вам будет. Длинная песня. Надо только пояснить, что я написал два приема. Одно, значит, начал при жизни прежнего, который упоминается там под именем Ильич и тот, кто нынче выше всех. У меня это была отдельная песня. А потом премия, как вы знаете, немножко умер. И мне пришлось дописывать эту песню и объединять. Объединенный вариант я вам сейчас пою. В принципе, я считаю, это достаточно точное воспроизведение, что творилось в Афганистане. Называется «Краткий курс новейшей истории Афганистана». Безусловно, дали маху мы десяток лет назад, Называя Захершаха и Высочество, и брат. Моему завод Владимиру мы даем ему угляда, Да, любили мы скотину Захершаха короля. До зубов вооружили, утопи его хорой, А вообще неплохо жили с этим самым Захерой. И целуясь, господа, не тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич в фундамент Подкабульский политеф. Но история, как средство, по весоне кирпича. Где Захер, где королевство? Только камень Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Давуду. Сразу помощь предложили и деньгами, и трудом, Как с товарищем зажили с этим самым Давудом. Только снова дали маху севереволюционерам. Оказался братом Шаха и агентом ФБР. Был он подлым и двуличным, а его же, как на грех, Целовал утрополично тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, там, конечно, они здесь. Вышли танки при Давуде, нет Давуда, танки есть. И хотя мы родоваты, взяли принца на штыки, Нам целуем, словно брата Нура-мура-тараки. Правда, дружат с Патистаном, книги пишут гарматей. Из казны, как из кармана, много хапнул на детей. И партийные разлады не путево примерял, Расстрелял, кого не надо, кого надо, не стрелял. Мы идейно с ним дружили, но готовили полки, А вообще неплохо жили с Нуром-муром-тараки. Дали орден, дали займы, и командовал сквозь смех Вера-мурман или Майна, тот, кто нынче выше всех. Но, кроме СССР, бы у Нура друг один. Мы приветствуем премьера по фамилии Аминь, Задушил подряд с подушкой своего лучшего дружка И зарыл даррачу дужку средь авгадского песка. Мы, конечно, телеграмму, молоденько везла, Мы не знаем вашей драмы и у вас свои дела, Но, согласно узам дружбы, можем денег предложить И военное оружие, чтоб тебе спокойней жить. В общем, жили мы неплохо, и с Амином до конца, Расстреляв его со вздохом, поселить его дворца, Сразу радио врубили, мол, авганская земля, Про тебя мы не забыли, на Бобра, как Армаля. Правда, он буржур прошел, борчанистый, пустобрек, Но ведь рукоположенный тем, кто нынче выше всех. Поднадежные охранные посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный, с пьяной думой на лице. Окрестили его Колей по фамилии Бобров, Войск прислали, чтобы волю наломал в Афгане дровь. Но другой, кто был всех выше, в нашей, в собственной стране, Весь, как говорится, выжил, и в Кремлевской лег в стене. Мы порадовались с виду, но задумались слегка, Может быть, без Леонида здесь не надо Бобрака. Долго думали, однако, во все стороны поля, За вобро, за вобрака, за колюху кармаля. Да к тому же пересненка началась в родной земле, То он дров, то черненка, то пятно сидит в Кремле. Мы для каждой той заразы здесь сломали кучи дров, Дожидаясь и приказа, он пришел, прощай, Бобров. Без подушки и без пули тихо сделали дела, Гляньте уже, сидит в Капуле особист на джигула. Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал сгоряча, Возглавляя орден хата, это ихний комитет, Кого надо и не надо, всех отправил на тот свет. В остальном, нормальный малый, мы с ним многое смогли, Но в Кремле пятно восстало, до свидания, на джиг. Отоварили чекушки, ягашки, кто имел, В хайратоне или в кушке, оказавшись неудел. В общем, вышли из Афгана, раз, приказ дурацкий, да. Мол, зачем другие страны, дома будет вам Афган, И живем отлично, что ты, мы опять в родной стране, И трещим из пулеметов на гражданской на войне. Не дадим от ныне маху, только грустно, черт возьми, Что какого-нибудь жаха нет между нашими людьми.